На протяжении 30 лет армянская пропаганда с пеной у рта обвиняет Азербайджан и азербайджанский народ в совершении сумгаитских погромов, в результате которых погибли 32 человека, 26 армян и 6 азербайджанцев. Несмотря на то, что на следствии, которое вели прокуратура СССР и следователи РСФСР, было выявлено, что события в сумгаите были тщательно спланированы армянскими националистами и их кураторами в КГБ Армянской ССР. А толпой погромщиков руководил местный житель, армянин по национальности Эдуард Григорян, которому, кстати, активно помогали его помощники Игорь Аганов и Вазген Саркисян. Тем не менее, Армагедпроп вот уже три десятилетия ведет оголтелую анти-азербайджанскую пропаганду, сваливая вину за погром армян, именно на азербайджанцев, неизменно подчеркивая при этом, невозможность совместного сосуществования азербайджанцев и армян, кровожадность азербайджанцев и беззащитность армян. Примечательно, что долгие годы армянская пропаганда называла азербайджанской выдумкой, роль Эдуарда Григоряна в событиях в сумгаите. Однако, не выдержав потока документальных свидетельств, армяне вынуждены были, без особого удовольствия для себя, признать неопровержимые факты, подстроившись, впрочем, к ним в удобной для них интерпретации, мол, армянская у Григоряна только фамилия, а рос и формировался он под влиянием азербайджанцев. При этом, несмотря на то, что Григорян уже давно откинулся из мест не столь отдаленных, и сегодня спокойно проживает в Московской области, армяне не торопятся встретиться с ним, и хотя бы попытаться пролить свет на события 30-летней давности. Оно и понятно, армянская пропаганда, уже выстроила свою линию поведения, в которой виновны, только азербайджан и азербайджанцы. Зачем им тут столь неудобный, для этой линии Григорян? Зачем им задокументированные свидетельства жертв, полученные в ходе предварительного и судебного расследования, согласно которым, именно Григорян возглавлял хулиганствующие элементы, именно он, размахивая списками с адресами армян, попробуйте, не будучи сотрудником спецслужб заполучить в ЖКах такие списки, отдавал приказы убивать, насиловать, сжигать армян в Сумгаите. Линия выстроена и малейший отход от нее, разнесет впух и прах, столь тщательно выстроенную армянами легенду о погромах в Сумгаите. Кто-то может поинтересоваться, на дворе вроде не февраль, чтобы вспоминать о событиях в Сумгаите, так с какой стати мы вдруг вспомнили о них. И о роли Эдуарда Григоряна. Ответим, вспомнить о них нас заставила публикация в российском информационном агентстве EA Daily, касающаяся межнациональных столкновений в селе Кенделен, Эльбрусского района Кабардино-Балкария. Так вот, автор аналитической статьи в этом СМИ, мягко говоря, не отличающимся особой симпатией к Азербайджану, расценивает межнациональные столкновения в Кабардино-Балкарии, как провокацию, точь-в-точь скопированную с событий в Сумгаите, в феврале 1988 года. И заголовок статьи тут соответствующий. Кенделенские столкновения в Кабардино-Балкарской республике, дело Эдуарда Григоряна живет и побеждает. Другими словами, российская проармянская СМИ, прямо указывает Эдуарда Григоряна в качестве зачинщика событий в Сумгаите. Посудите сами, провокаторы действовали в соцсетях под псевдонимами, и их национальность определить сразу невозможно. Как бывает в таких случаях, сеющие межнациональную вражду фейки от имени одного народа, могут разгонять провокаторы, представители враждебного народа. Враждебного, в кавычках, или же не имеющие национальной принадлежности ни к одной стороне конфликта, но желающие загрести чужими руками каштаны из огня. Конфликтологи называют, такое закулисное провокаторство в третьем лице, методом Григоряна, по имени Эдуарда Григоряна, считающегося одним из виновников массовой резни армян в Сумгаите в 1988 году, пишет и Эйдейли. Как видим, несмотря на старания армянской пропаганды свалить вину за события в Сумгаите в феврале 1988 года, на азербайджанцев, думающие люди прекрасно понимают и знают, что организованы они были самими армянами и провокатором Эдуардом Григоряном, именем которого даже назван метод провоцирования межнациональных столкновений, и который был опробирован в Кабардино-Балкарии. Это разработанный и примененный армянами в Сумгаите метод, который еще не раз будет использован в нужное время и в нужном месте в различных уголках планеты.